День освобождения края. На Кубани отметили годовщину окончания битвы за Кавказ. На границе жизни и смерти. Или почему их называют ангелы-хранители. Я еще наполнена романтизмом, профессией. Я еще ни разу не разочаровалась в этом. И мне очень нравится. И нравится работать с детьми. Как не паниковать во время операции, знают анестезиологи. Примером для сына, волшебником для дочери. А также что такое хорошо, что такое плохо. Умение услышать своего ребенка, это самое важное во всех отношениях. Самая ответственная работа в жизни мужчины. Отцы всей страны принимают поздравления. Горячее питание каждому. Сейчас намного лучше. Вот как раньше было, сейчас намного вкуснее и лучше. Дети начальных классов обедают бесплатно. Качество питания проверила наша редакция. Личные налоги, даты, алгоритмы, начисление платежей и почему важно уплачивать вовремя. Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний. Владимир Путин о доступности топлива. Что будет с ценами на бензин? Коэффициент бонус-малус или скидка за безаварийную езду. Как самостоятельно проверить КМБ и можно ли сэкономить на ОСАГО? Гид по БАДам. Теперь по рецепту. Могут ли заменить витаминные добавки овощей и фрукты? Лекарства по ОМС. Кому положены, как получить и кто входит в категорию льготников? Прививочная кампания в разгаре. Что по цифрам и какие прогнозы? А также особенности инфекции в этом сезоне. Интересно, живописно и доступно туристические маршруты в некурортный сезон. Сражение, которое стало вторым по продолжительности в Великой Отечественной войне. После 900-дневной обороны Ленинграда. 9 октября исполнилось 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. В годовщину губернатор Кубани с председателем ЗСК, заместителями и руководителями силовых ведомств возложил цветы к вечному огню и почтил память героев, павших в бою. Минутой молчания. 9 октября по всему региону прошло множество мероприятий. Торжественное возложение цветов к мемориалам, тематические выставки и чествование ветеранов. Мы помним о своих предках. Мы знаем, как воевали. Помню эти ужасы, что творили немцы. И против этой коричневой чмы нам надо бороться. И молодежь должна это знать. О подвигах героев Великой Отечественной войны вспоминали и в музыкальном театре. Это кадры освобождения Кубани. Больше года край был полем боя. Изрыто копами и братскими могилами. Погибли более 50 тысяч мирных жителей. В зале нет ни одного человека, чью семью не коснулась бы война. Свидетелей тех страшных событий становится все меньше. Сегодня не так много ветеранов. Отведенные для них первые ряды занимает молодежь. Как бежит время. Обычно всегда обращался к ветерану. А сейчас, конечно, их осталось совсем немного. Но пока будет жить память о наших великих предках. О великом нашем народе победители. Будут жить они. Будут жить вечно. Поэтому, конечно, сегодня их нет в зале. А те, кто есть, конечно, не в состоянии в силу здоровья прийти. Поэтому, конечно, наши слова в этот день безграничной благодарности, конечно, только им. От их потомков. От нас, от этих мальчишек и девчонок, которые сидят в первых рядах. Вместо них сидят. Сидят их потомки. Прошло 80 лет. Выросли новые поколения. Кубань изменилась. Но неизменным осталась наша память, которая на генетическом уровне впаяна в наши сердца, в наши души. И мы никогда не забудем. И сделаем все, чтобы эта память сохранялась на долгие века. И наши внуки, правнуки и дальше. Чтобы они помнили, какой ценой досталась эта победа. Свобода нашей страны. Свобода целого мира. Вдохновляют на подвиги и поддерживают современных патриотов. Песня Великой Отечественной. Одно из таких произведений имело огромную силу, способную поднять и сплотить народ. Такие песни невозможно слушать сидят. Зал встает, как только прозвучали первые аккорды. Со сцены творческие коллективы края показывают хронологию освобождения Кубани. Начало оккупации. Вставай, Кубань! Кущевскую атаку, высадку легендарного десанта Цезаря Куникова, подвиги ночных ведьм из авиаполка Евдокии Бершанской. Эти грозные, краснозвездные крылья. Об этих событиях говорит и губернатор Вениамин Кондратьев отмечает подлинный героизм защитников и жителей Кубани. В период испытаний они проявили несгибаемую волю. Мы говорим беспрецедентное мужество, беспрецедентный героизм. Ну ведь в основе отсутствия всякого смысла жить на не своей земле, либо жить на своей земле, в своей стране свободными, либо не жить вообще. Наш народ был такой. Есть, я не сомневаюсь, и всегда будет. Жить свободно, дышать вольно, в своей стране, на своей земле. Вот важно нам сегодня всем это понимать. Все вы знаете эти страницы истории. Когда настоящим потрясением для фашистов была легендарная Кущевская атака. Легендарный десант Центра Кунникова. А беспрецедентное опять мужество и, кстати, военный талант при прорыве, хорошо укрепленной фашистами голубой линии. Это, как пример, героизма. И там, неважно, солдат, рядовой, либо командир, ночные ведьмы. Девчонки, которые наводили ужас на фашистов в небе. Еще раз хочу подчеркнуть. В основе этого беспрецедентного героизма, мужества, самопожертвования только одно. Не видели смысла жить ни на своей земле. Не видели. И сегодняшняя молодежь, да мы все с вами должны понимать. Вот это и есть патриотизм. Это и есть любовь. Это и есть преданность. На Кубани есть город-герой. Города воинской славы и доблести. В каждом районе, муниципалитете, поселке-крае хранится память о наших защитниках. Город-герой. Новороссийск. Конечно, город-герой. Города воинской славы. Анапа, Туапсе. Города воинской доблести. Крымск. Тимрюк. Армавир. Геленджик. Мы помним и гордимся каждым рубежом обороны. Каждым. Где сама отвершина сражались наши предки за каждый метр. Нашей земли за каждый метр. И свято верили в победу. Сегодня наши ребята, наши бойцы, тоже сражаются с обыкновенным фашизмом. И я не сомневаюсь. Свято верят в победу. Как и все мы. Свято верим в победу. Потому что по-другому быть не может. И не будет. И не будет. Мы должны быть просто все вместе. Все вместе с ними. Там они идут к победе. А мы на трудовом поле. Тоже обязаны кормить страну и нашу армию. И сегодня давать и хлеб, и фрукты, овощи, мясо, молоко. Все, что жительница страны Кубань, должна сделать для победы. Мы сделаем. Нам нужна одна победа на всех. Суверенитет, духовные ценности и единство наша страна не потеряет. Об этом не раз заявлял Владимир Путин. Без прошлого нет будущего. Казалось бы, простая фраза. Но в ней истина, которую доказали наши предки. Сражаясь за то, чтобы их дети жили мирно и спокойно в свободной стране. Могли без страха смотреть в будущее. И с этим они справились. Нынешнее поколение не должно забывать об этом подвиге народа-победителя. Поклониться великим тем годам. Евгений Наумов посетил Центр военной подготовки «Кубанская сотня», где проводят занятия по тактической медицине, управлению дронами, рассказывают о снаряжении и знакомят с устройством оружия. Около ста человек ежемесячно приходят на обучение в этот центр. Здесь опытные инструкторы дают актуальные знания и навыки, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и на передовой. Мы живем во время СВО. Нам нужно обучать наших мужчин, наших будущих бойцов, тех, кто уйдет на фронт, тех, кто хочет добровольцами уйти на фронт. То есть они должны быть подготовлены, когда попадут уже туда, на передовок. Занятия посетил и глава Краснодара Евгений Наумов. Современное снаряжение, бронежилет, оружие. Инструкторы все показывают на практике. У меня здесь представлено только два магазина, потому что основной комплект находится на поясе, чтобы можно было удобно лежать, удобно работать. Сколько максимум дорожков мы рассмотрим? В среднем люди берут в районе 8 до 10 на подсумках. Но мы не забываем, что один магазин у нас находится в стволе, и один магазин для быстрого доступа можем использовать в мешке для сброса магазинов, соответственно. Главе показали, как работает симулятор управления дронами. С его помощью обучают операторов реальных беспилотников. Сейчас у нас выбран тренировочный дрон. Для полного погружения мы также используем шлем, чтобы постараться максимально в симуляторе погрузиться как можно ближе, скажем так, к реальной обстановке, насколько это возможно. Инструкторы обучают и навыкам начальной военной подготовки, тактической медицине, эвакуации раненых. Ребята, большое спасибо. Это нужно нам всем пройти еще раз, вспомнить то, что уже забыли. И технологии шагают вперед так, что мы за ними не успеваем. И тактики ведения боевых действий, и снаряжение оружия, и дрон, и все это настолько стремительно движется, что догоняет, 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 но, наверное, на каком-то этапе мы должны перестать догонять, а шагать вперед. Так точно. Свощи смотрят. Это наша общая задача. Спасибо. Спасибо большое. За то, что вы делаете. Занятия в Кубанской сотне проходят несколько раз в неделю. Посетить их может каждый желающий. Денис Сенькин, Мария Гитманюк, Алексей Товстенко, телерадиокомпания «Краснодар». Осенний призыв вооруженной силы России уже стартовал с 1 октября. Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства. Все контрактники, напомню, получают денежное довольствие и единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей при заключении контракта на срок не менее одного года. Участники СВО в соответствии с воинским званием и должностью. Минимальная сумма в месяц у рядового 204 тысячи рублей, у командиров взвода 242 тысячи. Кроме того, есть дополнительная доплата для ветеранов боевых действий и задние участие в активных наступлениях за захват военной техники противника и продвижение в составе штурмовых отрядов. Контрактникам же полагаются льготы и гарантии, возможность приобретения жилья за счет Министерства обороны, военной пенсии после 20 лет службы, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже раза в полгода. Для участников СВО получение статуса ветерана боевых действий и дополнительные льготы при оплате ЖКУ, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях, кредитные и налоговые каникулы. Заявку для поступления на службу можно подать на сайте службы по контракту.рф или через электронный сервис на портале госуслуг. Кроме того, можно обратиться на горячую линию по номеру 117. Мужчина не только защитник отечества, мужчина это отец, и эта роль одна из важнейших в обществе, в сохранении семейных ценностей. Он тот, кто отвечает за воспитание определенных правил и волевых качеств. За характер, с ним и спокойно, и надежно. Ну а еще у пап много задач, он должен быть и веселый, и активный, уверенный, и решительный. Но в то же время не стоит забывать, что может быть и ранимым, и чувственным. Данил Абельбейсов давно занимается академической греблей. На первый урок в четвертую детскую спортивную школу привел его отец Владимир. Сейчас молодой человек занимает призовые места, бьет личные рекорды. А главный его зритель, болельщик и помощник – папа, который поддерживает его на берегу и на воде, в радости и в печали. В планах у Данила продолжать заниматься спортом, тем более, что тренеры им довольны. Ему осталось еще одно соревнование до кандидата в мастера спорта. Впрочем, в любом деле отец его всегда поддержит и даст совет. За советом, я могу сказать, вот даже последнее мое обращение было полтора часа назад. Я у него спросил, пап, как мне лучше обратиться к преподавателю насчет того, что меня не устраивает оценка. Он мне дал небольшой совет, что я должен в следующий раз подойти просто к преподавателю своему, сказать, я готов сделать дополнительное задание, еще что-то и получить нормальную отметку. У отца Данила строгое отношение к оценкам. Он на своем примере знает, как важно в жизни образование сам Владимир – сирота. Существует стереотип относительно тех, кто рос в детском доме. Мол, и карьеру серьезную не построят и вряд ли смогут создать крепкую семью. А Бельбейсов своим примером доказывает обратное – в первую очередь, как заботливый отец. Умение услышать своего ребенка – это самое важное во всех отношениях, во всех. Это не только у меня с Данилом. В принципе, у других родителей так должно быть, так же, как и у матерей с детьми, и с дочерьми, и с сыновьями. Конечно, полноценность семьи тоже играет большую роль. Но, тем не менее, это не такой нюанс, который можно обсуждать. Даже один человек может вырастить нормальных детей. Главное своим примером подавать ребенку, что нужно, какие правильные нормы в обществе. Что же насчет карьеры, то Владимир посвятил свои научные труды проблемам сирот. Работал в госорганах разного уровня. В том числе и в аппарате у полномоченного по правам ребенка. О такой карьере наверняка многие могут только мечтать. Но потом произошла главная трагедия в жизни семьи. Не стало Ольги, мамы Данила. Владимир принял решение вернуться на Кубань, где и посвятил всего себя работе педагога и сыну Данилу. Они вместе везде и всегда ездят в разные города, отмечают праздники. А главное – доказывают любовь делом и гордятся друг другом. Для каждого родителя свой ребенок – это что-то сверхъестественное. Это что-то такое определенное, в которое они вкладывают жизнь, сердце и так далее. Конечно, я горжусь. Он большой молодец. Учитывая мою специфику работы в системе образования и высшего, и среднепрофессионального, он в принципе школу тянет сам как таковую. Я, конечно, проверяю, я вникаю. Богатый духовный человек. Он множество книг читал, он множество с многими людьми знаком был. Он знает, как дать правильный совет. Он умеет общаться с людьми, он умеет доносить до них свои мысли. Поэтому я горжусь именно больше не как вот мой папа – педагог, мой папа – то-то, то-то, всякое остальное, не последний человек. Я просто им горжусь как человек. И так важно проявлять любовь и уважение к отцу. Об этой ипостаси в жизни каждого мужчины, о роли пап, о самом сокровенном и трогательном – наш канал совместно с Павлом Лаврентьевым, который выступил автором идеи и генеральным продюсером проекта, сняли фильм про отцовство. Премьера пройдет именно в день отца 15 октября. Его покажут практически во всех городских кинотеатрах. В картине можно будет увидеть воспоминания известных людей об их нежных и в то же время сложных и дружеских отношениях с папами. В эфире нашего телеканала «Краснодар» фильм смотрите в понедельник, 16 октября в 19.30. Дарья Безинская, Александр Шереметьев, телерадиокомпания «Краснодар». Реформа школьного питания началась еще три года назад. Президент России предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. И отметил, что это оправданная мера при нынешнем расслоении в обществе. И вопрос, по словам президента, не только в деньгах. Необходимо, чтобы в школах была нужная инфраструктура, столовые, буфеты и наладить необходимо систему снабжения и качественные продукты. Закон был подписан на новую систему. Школы переходили постепенно. И с 1 сентября этого года всем учащимся началке полагается бесплатная горячая еда. Что изменилось и меньше ли переживают родители, расскажет моя коллега Дарья Безинская. Только звенит звонок, школьники торопятся в столовую, где их ждут три вида гарнира, филе ментая, котлеты, курятина, различные салаты, печенье, чай, компот и яблоки. Главные герои в этом сюжете – дети, потому что интересно наблюдать, как ученики начальных классов выбирают блюда, со спаком едят. Однако все составляющие второго завтрака для первой смены – дело рук поваров и заведующей производством, которое в сфере школьного питания работает 8 лет. Говорит, за это время изменилось многое. Качество продукции поменялось, меню другое стало, детки стали лучше кушать, даже старшие классы стали приходить кушать, они отказываются от питания. Разработанного, да, вот по меню, сейчас намного лучше. Вот как раньше было, сейчас намного вкуснее и лучше. За счет того, что государство оплачивает обеды и вторые завтраки для начальных классов, оно также и жестко контролирует качество. Сейчас в Краснодаре действует единый оператор школьного питания и разработано единое меню. Такая система позволяет отслеживать свежесть продуктов, уровень исполнения. Ассортимент выстроен циклично, так, чтобы детям не надоедали блюда. Учитывают и требования Роспотребнадзора, рекомендации медиков по сбалансированности, даже устраивают дегустации для родителей. Некоторые дети, например, говорят родителям, мы в школе не кушали. А почему не кушали? Да я вот не хотел, мне что-то не понравилось. Эти родители приходят к нам, мы их приглашаем на родительский контроль. Они пробуют питание и уходят очень-очень довольными. Питание вкусное. Так же с детьми разговаривают потом. Ну вот вроде бы я вот не знал, что там такая запеканка вкусная. А когда дети распробуют, действительно все питаются, все очень вкусно. Всего на Кубани горячими обедами обеспечены почти 700 тысяч учеников. Существует и компенсация питания для детей, обучающихся на домах. Ее получают более 5000 школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В прошлом году вышел федеральный закон, который регулирует размер выплаты. Сейчас маленький, но вкусный эксперимент. Я, как дитя 90-х, которое тоже питалось в школе, выберу, что же сейчас кушают современные школьники. Кстати, могу позанудничать. Во время моего детства такого не было. По сравнению с тем, что, например, было в моем детстве, это просто небо и земля. Действительно все очень вкусно. И, как видите, продукты все сбалансированы. А лучшая награда для любого повара – то, что потребители с удовольствием едят. То, что он готовит. А для родителей главное, что их дети сыты и довольны. Дарья Безинская, Павел Сагайдак, телерадиокомпания «Краснодар». В Краснодарском монтажном техникуме открыли новую мастерскую, где будущие монтажники, сварщики и строители смогут на практике отрабатывать полученные знания. Объекты осмотрела заместитель губернатора Анна Менькова. В данный момент мы производим откачку хода агента из холодильной установки. Это делается для последующей замены неисправного компрессора. О том, как работает холодильное и газовое оборудование, выпускники монтажного техникума могут рассказать все. С помощью новой мастерской студенты на практике применяют полученные знания и навыки. Большая часть оборудования здесь российского производства. С ним, монтажником, сварщиком и строителем после окончания обучения придется столкнуться на реальном предприятии. Планирую как раз тем, что мы сейчас занимаемся обслуживанием холодильных установок. Я считаю, что это перспективная работа, потому что в нашем теплом регионе холодильные установки, да и вообще сплит-системы – это такая важная вещь. Сегодня таких специалистов, как вы, на рынке большой дефицит. Да, это действительно так. Возвращались в экономику региона. Сегодня действительно экономика региона делает серьезный такой поворот в направлении наращивания предприятий, производственных мощностей. И я думаю, что за рабочими профессиями на самом деле будущее. В техникуме обучаются больше двух тысяч студентов и готовят по шести профессиям и девяти специальностям. Поскольку основной профиль подготовки в нашем техникуме – это технические, данная мастерская позволяет осуществлять подготовку, отрабатывать различные приемы, плюс неисправности, наладку оборудования для нескольких специальностей. Сегодня на краевом рынке труда дефицит рабочих профессий. Вице-губернатор Анна Менькова подчеркнула, что краю нужны специалисты, которые умеют работать руками. Это сварщики, сантехники, монтажники. Но с каждым годом спектр направлений расширяется, и в учебных заведениях открываются новые специальности. В технике недавно появилась новая специальность – монтаж и механика газового оборудования. Это одна из самых востребованных в последнее время в профессии. Выпускники умеют работать с пятью разными видами котлов. На базе педагогического колледжа в рамках нацпроекта образования открыли еще две мастерские. Они посвящены дошкольному воспитанию и преподаванию в младших классах. Заместитель главы региона осмотрела место, где обучают будущих педагогов. Данное оборудование, цифровой микроскоп, используется как в рамках неурочной деятельности, так и в рамках такого предмета, как окружающий мир. И учитель начальных классов может разработать огромное количество интересных уроков на различные темы. В общей сложности оборудовано 30 рабочих мест. Здесь можно узнать, как проводить занятия по робототехнике, логике, дорожному движению. Здесь все, как в детском саду – кровати, столы, стулья, а также игровая зона. В таких условиях будущие воспитатели не только учатся, но и сдают экзамены. Обстоятельства максимально приближены к реальности. За последние 4 года на базе техникумов и колледжей открыли 83 мастерские. Еще 6 начинают работать в этом году. Анна Мальгина, Роман Недельский, Данила Стапенко, телерадиокомпания «Краснодар». В Краснодарском поселке Знаменском до конца этого года планируют сдать школу на 1100 мест, а в районе гидростроителей скоро двери свои откроет новая детская поликлиника. Евгений Наумов проверил ход строительства и поговорил с подрядчиками. Пригород развивается так же динамично, как и сам Краснодар. И здесь тоже не хватает соцобъектов. Эта новая школа на 1100 мест готова уже на 94%. После сдачи объекта значительно снизится нагрузка на ближайшие учебные заведения. Строительство уже на финальной стадии. Сейчас рабочие делают монтаж оконных блоков, вентиляции, внутренней электросети. А еще проходит отделка помещений, установка кровли. Новая школа отвечает всем стандартам образования. В здании будет зрительный и малый. Автовые залы, большая столовая, три спортзала и место для занятий гимнастикой. Спорт ядро. Мафы в понедельник все довезут до конца. И с понедельника начнем установку мафов. Сейчас бурят столбы под освещение. Под опор освещение. И заканчиваем резинкой. И под забор 3D тоже будем. Да, и под 3D забор. У нас футбольное поле здесь искусственный газон или резинка? Искусственный газон. Искуровая искусственная. Что у вас из таких тяжелых объемных работ? Уже ничего. Глава города дал поручение ускорить темпы, чтобы все завершить в срок. Это уже другой долгожданный соцобъект детская поликлиника на проспекте писателя Знаменского. Учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Оно крайне востребовано, поскольку вокруг выросли многоэтажки, население прибавляется, а старые медучреждения переполнены. Готовность объекта 85%. Идет установка мягкой кровли. Монтаж внутренних инженерных сетей. По словам Евгения Наумова, подрядчик понимает, что подвезти жителей нельзя. Поэтому ему нужно приложить все усилия и сдать поликлинику в срок до конца этого года. Подрядчик выполняет мероприятие сейчас по благоустройству территории, вертикальной планировки. Внутриплощадочные сети у нас все готовы. Сетевики тоже все подвели. Также в службе заказчика ведется процедура заключения муниципальных контрактов по закупке оборудования. Оборудование, которое было в контракте, это рентгенаппарат. Подрядный организм закуплен еще в прошлом году. Строительство всех соцобъектов глава города держит на личном контроле. В период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, а также новой коронавирусной инфекцией, учебный процесс будут приостанавливать. Но только если более 20% детей будут отсутствовать по причине болезни. В этом случае, как заявила глава Роспотребнадзора, школам необходимо уходить на карантин. Нам нужно очень важно сегодня различать ковид, грипп и другие вирусные инфекции. Потому что лечение принципиально противоположное. Если лечить грипп, это нужна одна схема, если лечить ковид, другая схема, и здесь нельзя ошибиться. Сегодня в целях минимизации риска, как мера профилактики, рутинная мера, хорошо известная и привычная, но достаточно эффективная, используется разобщение детей при остановлении учебно-воспитательного процесса. И эта мера вводится с учетом фактической заболеваемости. При отсутствии 20% детей в классе или в школе, или в детском саду, в группе, этот класс и школа закрываются на карантин, дети разобщаются. Отдельно Анна Попова доложила о распространении коронавируса. Рост заболеваемости ковид-19 составляет сегодня 10-12% еженедельно. И в большинстве случаев ковид-19 протекает в форме ОРВИ. В Краснодарском крае от гриппа уже привито порядка 1 миллиона 300 тысяч человек. Но для коллективного иммунитета нужно вакцинировать более 3 миллионов жителей. Об этом рассказала заместитель губернатора Анна Менькова, уточнив, что вакцины в регионе есть и сейчас ожидается очередная партия. Добавлю, что иммунитет после введения вакцины сохраняется примерно на 6 месяцев. При введении вакцины сейчас иммунитет выработается уже в начале ноября. В крае бесплатно можно вакцинироваться в поликлинике и мобильных пунктах вакцинации. Яблоки, огурцы, кабачки и многие другие сезонные овощи и фрукты прямо с грядки или с ветки к столу – это бесспорно полезно и очень вкусно. Но, во-первых, сейчас осень, а во-вторых, в мегаполисе позволить себе такое могут немногие. Было бы здорово иметь по-другой таблетку, которая вмещала бы в себя сразу и завтрак, и обед, и ужин проглотила, и, собственно, сыт, и витаминов до нормы добрал. Новый законопроект, одобренный правительственной комиссией, как предполагается, поможет сберечь здоровье граждан, которые бесконтрольно употребляют БАДы. На них будут выдавать рецепт. Сейчас медики могут лишь рекомендовать принять витамины или же другие средства, а выписывают только лекарства. Сможет ли все необходимое количество витаминов и минералов заменить? Вот такая чудо-капсула выяснял моя коллега Лилия Пасмурова. Быстрое восполнение ресурсов, замена витаминов, здоровье иммунной системы и много других обещаний дают рекламодатели БАДов. Может ли одна таблетка заменить в пользу, к примеру, 100 граммов фруктов? Врачи утверждают, что пищевые добавки могут принести пользу организму. Но только после комплексного обследования. Особую опасность несет употребление БАДов в больших объемах. БАДы назначаются зачастую врачами. Особую опасность несет употребление БАДов, не согласованное с лечащим врачом, потому что никто не знает, как они могут между собой взаимодействовать, как они могут усиливать друг друга эффекты и как могут в дальнейшем влиять на организм. То есть даже гепатиты могут вызываться вообще БАДами, их сочетаниями и так далее. По словам врачей, принимать БАДы стоит только по рекомендации медиков и после заключения профильного специалиста. Новый законопроект призван отрегулировать систему применения пищевых добавок. Ведь, как говорят медики, люди часто занимаются самолечением, что может привести к негативным последствиям. В данный момент пациенты зачастую очень часто ведутся на рекламу, на различные акции в интернете и так далее, и покупают различные БАДы, что неправильно и должно быть согласовано обязательно с лечащим врачом, и их необходимость употребления подтверждена анализами. То есть данный законопроект будет влиять очень хорошо на дальнейшее здоровье людей в плане того, что ограничат потребление этих биологически активных веществ. Теперь БАДы будут проходить строгую проверку государственной регистрации, при которой добавки приравняют к лекарственным препаратам. В прошлом году рынок БАДов в России составил более 90 миллиардов рублей. Этот показатель увеличился на 13% по сравнению с 2021 годом, потому что лицензия на продажу добавок не нужна. Их активно реализуют в интернете, фитнес-клубах и продуктовых магазинах. Яркие упаковки часто привлекают людей, однако качество это не подтверждает. Но с введением нового законопроекта эта ниша будет куда более контролируема, а значит количество неосознанного потребления БАДов может снизиться. Лилия Пасмурова, Дарья Безинская, телерадиокомпания «Краснодар». Расходы на лечение могут серьезно ударить по семейному бюджету, но не всем и не всегда препараты нужно покупать за свой счет. Есть случаи, когда закон позволяет не только получить скидку, но и все необходимое за счет федерального или регионального бюджета. Также часть затрат можно компенсировать. Итак, кому положены льготные лекарства? Участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, награжденные знаком житель блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или же осошленного Сталинграда. Члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Инвалиды, дети инвалиды. Но если человек не пользуется положенными ему социальными услугами, он может отказаться от них и вместо этого получать финансовую компенсацию. Труд этих врачей остается как бы за кадром. Анестезиологи. Для многих это доктор, который делает наркоз. Но они не просто погружают людей в сон. Они как настоящие ангелы-хранители пациентов во время операции. И от них во многом зависит наша с вами жизнь. О непростой профессии, о чудесных спасениях и мифах о наркозе расскажет моя коллега Дарья Безинская. Вы что, меня не слышите? Это я, я здесь, это я с вами говорю. Еще 170 лет назад операции проходили по принципу, чем быстрее, тем лучше, чтобы не причинять лишних страданий пациенту. С появлением анестезиологии медицина действительно смогла сделать широкий шаг вперед и прийти к очень сложным и филигранным операциям. И особая ответственность лежит на врачах, которые работают в детской краевой больнице. Держать руку на пульсе жизни ребенка всегда волнительно. Но специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы юные пациенты легко перенесли операцию и быстро пошли на поправку. На очередной операции вместе с хирургами устала Александра Мелитонян. В профессии пять лет пришла в отделение анестезиологии и реанимации еще на втором курсе медуниверситета. И адреналин непростой работы захватил сразу и не отпускает до сих пор. Я еще наполнена романтизмом к профессии. Я еще ни разу не разочаровалась в этом. И мне очень нравится. И нравится работать с детьми. Вообще я заканчивала лечебный факультет, но вот так судьба привела меня в педиатрический стационар. И не жалею. Очень нравятся детки, очень нравятся малыши и нравится с ними работать. Александра Мелитонян – это одна из молодых специалистов. Будущее кубанской анестезиологии. Все ее наставники прошли такой же путь – со студенческой скамьи до заведующих отделениями. Один из тех, кто стоял у истоков детского хирургического отделения – заслуженный врач Олег Калинин. Начинал работать в скорой помощи – анестезиологом-реаниматологом в 86-м. Через год все его отделение перевели в детскую краевую больницу. С тех пор Калинин не отходил от хирургического стола и может рассказать, как все изменилось. 25 лет открылось онкологическое отделение здесь, на базе хирургического отделения номер 2. Наши хирурги отучились в Австрии по детской онкологии. Мы являемся одной из ведущих детских онкологических клиник в стране. Поменялось оборудование. Мы получили новую и наркозную, и дыхательную аппаратуру, следящую аппаратуру. Мы оснащены в больнице несколькими компьютерными и магниторезонансными томографами, чего, в общем-то, в других городах России такой возможности нет. Сейчас анестезиологи не только помогают на операциях, но и занимаются восстановлением и мониторингом пациентов. Например, в детской краевой больнице работает реанимационное отделение. И нужно иметь невероятно большое сердце, сильную любовь к детям и к своему делу, высокий профессионализм, потому что от любой детали зависит здоровье ребят разных возрастов. И наука анестезиология не стоит на месте, открывая возможности и для других медиков. Я хочу от всей души поздравить своих коллег, анестезиологов и аниматологов. Хочу поздравить наших помощников, анестезистов. Без них мы как без рук. Это люди отчаянной высокой профессии. Всего вам пожелать им всего самого-самого доброго, здоровья, счастья и успехов в нашей нелёгкой специальности. Дарья Безинская, Павел Сагайдак, Юлия Дайнега, телерадиокомпания «Краснодар». Сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, вернёмся и вот, что покажем далее. Личные налоги, даты, алгоритмы, начисление платежей и почему важно уплачивать вовремя. Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний. Владимир Путин о доступности топлива. Что будет с ценами на бензин? Коэффициент бонус-малус или скидка за безаварийную езду. Как самостоятельно проверить КМБ и можно ли сэкономить на ОСАГО? Интересно, живописно и доступно туристические маршруты в некурортный сезон. Эта неделя в Краснодаре мы продолжаем. Новое общественное пространство появилось в краевой столице. В Краснодаре на пересечении улиц Будённого и Чкалова открыли сквер. Работы по обустройству территории длились около двух месяцев. За это время специалисты уложили газон, высадили деревья, а также установили освещение, автоматический полив и скамейки для комфортного отдыха горожан. Земельный участок, который долгое время пустовал. Было принято решение, так как улица Магистральная, большой пеший поток, автомобильный поток, плюс к нашему общественному пространству прилегает частный сектор. Было принято решение благоустроить с целью того, чтобы люди проводили здесь свой досуг. Совместно с администрацией города в работе по благоустройству принимали участие и крупные ресурсоснабжающие организации. В ближайшее время у нового сквера появится название. Также в центре общественного пространства установят скульптуру работникам ЖКХ. Его макет уже разрабатывают. Глава региона посетил Лобинский район, где встретился с местными жителями и выслушал их предложения по улучшению жизни. В рамках рабочей поездки было несколько соцобъектов и предприятий по производству муки, в том числе и для экспорта. На этом предприятии Лобинского района из золотой пшеницы производят муку. Процесс полностью автоматизирован. Все, что нужно от сотрудника, проконтролировать по мол. Глубокая переработка – вообще тренд, к которому нужно стремиться производственникам. Об этом не раз говорил губернатор. Сегодня Вениамин Кондратьев посещает производство. Полученную муку компания планирует отправлять на африканские и азиатские рынки. Спрос и вкус у заказчиков уже мотивирует производителя расширять линейку сортов. Щадящий помол муки мы сейчас изучаем, но это на микробиологии уже, по пшенице, по переработке. И она востребована, наверное, там, да, вы правильно сказали, там до 30 даже сортов муки. Вы уже понимаете, что нужно африканскому рынку, либо азиатскому рынку, уже понимаете. И сегодня важно нам корректироваться по ходу движения, хотя и спроса рынка. Потому что еще, вы правильно тоже говорите, и я говорю, то есть, по моей информации, 26 сортов муки в той или иной, там, до 30 сортов муки. Значит, мы должны суметь именно вот до 30 сортов муки поставить в ту или иную африканскую страну. Значит, мы должны это сделать. Потому что у Кубани огромный потенциал. Не по экспорту пшеницы, а по экспорту муки. И именно муки. Еще раз подчеркиваю, и вы это уже делаете. Экспорт пшеницы – традиционное направление для региона. При этом продажа за рубеж муки намного важнее. Высокая добавленная стоимость – приоритеты. Несмотря на экономические вызовы, компания замахнулась на эти горизонты и перестроилась на новые рельсы. У вас очень правильное мышление. Мышление, исходя из сегодняшних вызовов, которые в целом перед нами стоят, но трудностями вы их не считаете. Эти вызовы используете как возможность для себя максимально продвинуть свою продукцию на рынок. Еще раз подчеркиваю, не только страны, а самое главное на рынке Африки, я уверен, потом и Азии. Но мышление абсолютно правильное. Да, но вот тут больше классически, вот Россия больше подходит к классическому производству муки. И больше проблем просто перестроиться и начать специфичную муку производить, а не столько, как техническое исполнение. Все правильно. Мы сегодня обращаемся и максимально где-то убеждаем наших аграриев перестроить мышление, исходя из того, что мы можем. Краснодарский край точно может экспортировать муку. Может. А вы сегодня тому пример. Помимо агропромышленной повестки, Вениамин Кондратьев регулярно поднимает вопрос оснащенности и социальными объектами. Так в программе «Визита» средняя школа номер 9. На ее базе недавно открыли технопарк «Вантуриум». Здесь занимаются будущие химики, физики, биологи и программисты. Многие на вопрос губернатора, куда собираются поступать и предпочитают ли. Кубанские вузы столичным говорят о нашем медиа и политехе. Полученные навыки позволяют собрать вот таких роботов. Мастер-класс «Десятиклассница» Маши для губернатора. Смотрите, кстати, вот он может следить за объектом. Сейчас, вот я. Сейчас. Меня находит. Опа. И видите, я поворачиваюсь, туда он идет за мной. Такие талантливые дети – надежда на технологичное будущее страны, говорит губернатор. Ты уже выбыла для себя, чем ты будешь в жизни заниматься? Да. Где учиться? Где? Ну, получается, вообще я планирую идти в медицину. Я хочу как и на нейрохирурга пойти, так и на пластического. Когда я пойду на нейрохирурга, мне очень пригодятся эти знания. Потому что благодаря технологии я смогу выполнять операции более точно. А если я пойду на пластического хирурга, то мне очень пригодится 3D-моделирование. Очень отрадно, что в 10-м классе ты так рассуждаешь. Это внушает оптимизм и нам всем, взрослым, уверенность в завершении вне. Потому что такие, как вы, талантливые, молодые, я уверен, очень одержимые результатом молодые люди завтра будут на самом деле в различных отрицах экономики, в том числе и в медицине. Все, что вот это, это стратегическое превосходство, которое сегодня нам нужно. Конечно, в рамках конкуренции перед другими странами. И это важно. И сегодня мы, не стесняясь, об этом говорим. И я верю, что вы, такие выпускники в целом Краснодарского окраина, внесете достойный вклад в это стратегическое превосходство нашей страны. Еще одна точка визита – школа искусств. Пару лет назад ее отремонтировали, оснастили новыми инструментами, оборудованием открыли отделение хореографии и концертный зал. Для детей это центр притяжения – любимое место для занятий после школы. В регионе всегда будут развивать учреждения дополнительного образования, чтобы зажигать новые звезды, заверяет Вениамин Кондратьев. У нас нет проблем с поступлением. Дети поступают, идут, идут, идут. Мы сегодня создаем условия для детей, чтобы они могли раскрывать все свои таланты. И не только в спорте, что мы это делаем, не только в различных науках, кванториум, тоже у вас новые современные, но, конечно, и в искусстве. Это же тоже талантливые детки. Кто-то занимается музыкой, кто-то талантлив как потенциальный художник, конечно. И здесь он сделает свои первые мазки. Профессиональные, может быть, уже, потому что здесь высокопрофессиональный коллектив. Но вот и здесь, в этой школе искусств. И вот самое главное, еще раз подчеркиваю, что такие возможности у деток в Лобинске есть. После объезда Вениамин в Кондраде встретился с местными жителями. Они приехали из разных уголков Лобинского района. В зале не было свободного места. Губернатор приветствует всех присутствующих и сразу говорит, что главные на этой встрече жители. Важно услышать их мнение. Теперь попрошу, чтобы в основном говорили вы, те, кто сегодня пришли на эту встречу. По докладам вице-губернаторов, несмотря на текущие вызовы, рост ведущих отраслей экономики Лобинского района сохраняется. Сейчас в районе реализуют семь крупных инвестпроектов на сумму больше двух миллиардов рублей. Такой район активно участвует в нацпроектах и региональных программах. В этом году за счет полученных средств здесь начали возводить блок начальной школы, центр единоборств, делают капремонт спортзала второй школы и многое другое. Все это возможно благодаря сильной экономике края. И ее нужно таковой поддерживать, говорит Вениамин Кондратьев. Экономика – это важная составляющая нашего успеха. То есть это деньги в бюджете и в муниципальных, и в краевом. И от этого зависит, конечно, реализация всех программ. И вот сегодня важно, чтобы каждая глава была менеджером, чтобы и здесь сидящие президиуми были менеджеры, потому что край, край, он должен развиваться. И в первую очередь экономически развиваться. И нам важно таким регионом оставаться. И чтобы увидели строящиеся социальные объекты. Школы искусств, спортивные школы, спортивные объекты и иные, кванториум. Потому что это молодежь, которая будет в них ходить и уже ходит. Это и есть завтрашний день. Из зала звучат самые разные вопросы. В основном они касаются ЖКХ, дорожного хозяйства и социальной сферы. Жительницы станицы Владимирской обращаются к губернатору с просьбой отремонтировать столовую местной школы. Там учатся две ее дочери. С питанием у нас все замечательно, но вот сама столовая требует ремонта. Прошу вас помочь с ремонтом нашей столовой. Сколько у вас деток в школе в этой учатся? Около 800. Владимир Владимирович, есть у вас планы на ремонт столовой в этой школе? Венемин Анатольевич. Однозначно в следующем году будем просить профильных вице-губернаторов. Уверен, что мы в следующем году его сделаем. Планы есть, документация есть. Сколько стоимости? Стоимость порядка 6 миллионов рублей. Коллега, знаете, я вас заглядывал, 6 миллионов с нас, а все остальное с вас. Есть, принято. Еще один вопрос задает житель поселка Соцгородок. Он спрашивает, будет ли там газ. В поселке проживает больше 300 жителей. Ответ мужчина получает положительный. В общем, в Ларинском районе к сетям газораспределения подключено около 72% домов. Здесь активно реализуют программу социальной дегазификации. В рамках реализации поручения президента Российской Федерации, как уже ранее было озвучено, по социальной дегазификации заключено около 2000 договоров, 50% по которым газ доведен до границ земельных участков и уже выполнено более 500 подключений к газу. В текущем году запланировано введение в эксплуатацию двух газопроводов и строительство одного нового газопровода до самого отдаленного населенного пункта села Горная. Обсуждение длится полтора часа. Это намного меньше, чем обычно проходят такие встречи. Большинство вопросов, которые задают жители, уже на карандаше у региональных и местных властей. Также Владимир Забураев говорит о развитии района. Помимо того, что в районе активно развиваются отрасли АПК и соцстроительство, можно улучшить и курортную сферу. В этом году его посетили более 50 тысяч туристов. По прочению Вениамина Кондратьева в районе развивают пешие туристические маршруты. В разработке сейчас находится веломаршрут по местам боевой славы. Я главу слушал, у него большие перспективы на Лоббинский район, на курортный район. А район один из сильных в районе. Вопросов не так уж много, а есть и есть, они такие, они рабочие, жизненные. И это, наверное, хорошо. Значит, на самом деле здесь я и хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу. Значит, он где-то вовремя их решает, предупреждает. Ну и вашему активу, депутатскому корпусу, конечно. В целом муниципальной команде. Это очень важно. Знаете, очень важно не ликвидировать последствия, а их предупредить. Губернатор отвечает на вопросы каждого жителя. Услышаны были все. Важно, чтобы район развивался и становился экономически сильнее. Так будет стабильность и в муниципалитете, и в крае в целом. 139 незаконных свалок выявлено в Краснодаре с начала этого года. Одна из них в районе поселка Победитель площадью 1268 квадратных метров. За железным забором земельный участок его собственник решил подзаработать. И вместо стройки дома устроил свалку. Изначально к нам поступали неоднократные жалобы граждан данного района о том, что здесь проводится несанкционированная свалка и сортируются твердые бытовые отходы. Нами ранее в адрес собственника данного земельного участка вынесено предостережение. Однако, собственник не отреагировал. И сегодня мы фиксируем административное правонарушение, для того, чтобы в дальнейшем собственника уже привлечь к административной ответственности. Данный земельный участок нам известен с 2020 года, когда первые мероприятия проводились в рамках выявления и пресечения деятельности по сортировке отходов. Порядка 4 миллионов ущерб природе был посчитан соответствующими организациями. Росприроднадзором, Министерством природных ресурсов. Возбуждались уголовные дела по факту загрязнения почвы и осуществления деятельности незаконной. В настоящее время на этом земельном участке деятельность по сортировке как таковая запрещена. По словам специалистов, на это место мусор привозят практически со всего города. Такие рейды в краевой столице проводятся ежедневно. Черным мусорщикам за незаконный вывоз грозит штраф до 400 тысяч рублей. Современный мир уже невозможно представить без дорог, развязок и трасс, которые дают возможность быстро и легко добраться в нужное место. Над обеспечением дорожного полотна и комфорта поездок трудится большое количество людей. В преддверии профессионального праздника специалисты этой отрасли получали поздравления. Мы вместе отвечаем за качество жизни в нашем крае. Вы напрямую отвечаете за качество дорог. А это и есть качество жизни. Качество жизни и жителей края, и качество отдыха. Вот тех автотуристов, которые приезжают к нам отдохнуть. И это первое, с чем они встречаются, пересекая границы, заезжая в наши населенные пункты, путешествия. И отмечают высокое качество дорог в Краснодарском крае. А это ваша заслуга. Это ваша прямая заслуга. В вашей зоне ответственности находятся 43 тысячи километров дорог. 43 тысячи. Конечно, это огромное хозяйство. И только жители края по ним ездят. Я уже сказал, отдыхающие по ним ездят. По ним везут грузы. И по краю, и со всей страны. Потому что дороги те самые артерии, по которым и экономика края развивается. Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» говорил о доступности топлива на внутреннем рынке. Ряд решений, принятых правительством, призваны, по словам президента, вернуть в нормальное русло ситуацию с ценами на бензин и дизель. Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний. В приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям. В свою очередь, правительство прошу действовать более оперативно. Принимать меры превентивного. Напомню, ранее в Краснодарском крае завели два дела из-за завышенных цен на топливо. Федеральная антимонопольная служба заявила, что президент ассоциации владельцев автозаправочных станций координировал деятельность ее членов через мессенджер. И это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо. Нарушения были выявлены и в других регионах Белгородской области, Ставропольском крае и Дагестане. Мы же знаем, из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть, понимали же, что будет дальше. Это же не первый раз, правильно? Цены растут, значит, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать. Работу согласованную, конечно, с компаниями, но у нас задачи-то другие. В сентябре, по данным международной биржи в Петербурге, стоимость одного литра бензина АИ-92 выросла на 8 рублей. То есть цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в этих других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребитель уже результат нужен. Позже заместитель председателя правительства Александр Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтекомпаний и поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС, нефтяных компаний и независимого сегмента. Россиянам начали приходить по почте налоговые уведомления. Если вы имеете личный кабинет на сайте ФНС, то уведомление направляется туда, либо же на единый портал госуслуг. С 1 января этого года заработал новый порядок – единый налоговый счет. Теперь все налоговые обязательства, бизнес и граждане могут оплачивать общим одним платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Сделано это с целью упрощения системы уплаты налогов для плательщиков. Помимо налога, каждый автомобилист ежегодно приобретает ОСАГО. Если водить аккуратно без ДТП, страховка может обойтись дешевле. Для этого есть специальный коэффициент – бонус-малус КМБ, показатель аварийности, по которому рассчитывается стоимость полиса. Как он измеряется, как его узнать и будет ли коэффициент меняться, если, к примеру, с авто пересесть на мотоцикл, расскажет моя коллега Виктория Зеленская. Знаете ли, что такое бонус-малус или КБМ? Что-что еще? Нет, не знаю. Это экономические термины – бонус-малус. Вы сами рассчитываете страховку или обращаетесь к специалистам? Вот машину я страхую, допустим, в салоне. Там постоянно мне делают хороший коэффициент тоже. Как выяснилось, что такое бонус-малус или КБМ знают единицы? Объясняю – это коэффициент безаварийности вождения. Например, новичку в начале стажа присваивают базовый, который равен 1,17. Ну а дальше все зависит от аккуратности самого водителя. С учетом страховых случаев КБМ может расти или же падать. Например, за 10 лет безаварийного вождения он может составить минимальное значение – 0,46. Показатель влияет и на стоимость страхового полиса ОСАГО. Но помимо КБМ цена зависит от стажа вождения, возраста, количество людей, допущенных к управлению автомобилем, мощности транспорта и других показателей. Важной деталью является и то, что КБМ присваивают не автомобилю, а водителю. Если вы поменяете автомобиль или пересядете с автомобиля на мотоцикл, ваш КБМ не изменится. Теряется КБМ? Да, это ошибка в документах. КБМ теряется, если происходит замена документов, то есть поменяли водительское удостоверение. Ошибочное ДТП, когда страховая компания подала неверные сведения о страховом событии. Влияет перерыв в страховании. Как восстановить свой КБМ? Восстановить КБМ можно на официальном сайте РСА. Там заполняется фамилия, имя, отчество, дата рождения, водительское удостоверение и отправляется на рассмотрение. Если ваш полис уже оформлен, то после обжалования КБМ можно подать в страховую компанию заявление на возврат излишнеуплаченной страховой премии. Узнать свой КБМ решила и я. Он составил 0,68%. Неплохо, учитывая, что минимальный коэффициент 0,46. Мой КБМ дает мне скидку на страховку 32%, что тоже приятно. Вывод такой – аккуратная езда и внимательность не только защитит вас и окружающих от неприятностей за рулем, но и поможет сэкономить несколько тысяч на страховом полисе. Виктория Зеленская, Алексей Товстенко, телерадиокомпания «Краснодар». Федеральные проекты в Краснодарском крае увеличат турпоток в регион на 5 миллионов человек в год. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» наш регион в этом году получил 630 миллионов рублей. Правительство страны рассчитывает, что туризм подтвердит статус одного из ключевых драйверов экономики. В индустрию отдыха за два года вложено свыше 150 миллиардов рублей федеральных средств. За пару часов из Краснодара можно добраться до скал, ущелья и озер морского побережья. Пляжный сезон завершен, но много в окрестностях города и за его пределами. Того, что доступно как туристам на автомобилях, так и путешественникам, которые передвигаются на общественном транспорте. Что посмотреть, куда сходить, а также как совместить приятность с полезным, знает Аделина Серенович. Осень не повод сидеть дома, укутавшись в одеяло. Это возможность увидеть самые красивые пейзажи. Леса красились в желто-красные тона и ждут гостей. Это время года не только богато и красиво на краске, но и комфортно по температурным условиям. Карта Краснодарского края широка на маршруты и насчитывает 700 объектов. 212 туристических и 209 экскурсионных троп. 18 из них открыли в этом году. Расчистили, нанесли разметки и установили указатели еще на 13. Мы с каждым годом, в каждом сезоне стараемся для туристов сделать более доступными все больше и большее количество туристических маршрутов. В этом году мы сделали акцент на тех маршрутах, которые доступны практически для каждого. Они достаточно короткие. Это маршруты выходного дня. Турист может приехать к точке старта, удобно припарковать автомобиль, ознакомиться с информационным счетом, с картой и пройти по маркированному маршруту. Акцент основной на то, чтобы туристу было комфортно. В эти выходные планческие скалы в Северском районе собирают туристов со всего края. Тут проходит третий открытый межрегиональный туристический слет на Кубок Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Это событие интересное не только для любителей, оно значимо для профессионального туристического сообщества. Главная цель мероприятия – популяризация спортивного туризма и формирование навыков выживания в природной среде. Порядка 20 команд участники приехали не только из края, но и из соседних регионов. И даже из Северной Осетии присоединилась и команда нашего телеканала. Впереди три насыщенных дня – пешеходные маршруты, эстафеты, скалолазание, навесные переправы, поисково-спасательные работы, велосипедная дистанция. И это еще не все. Программу соревнования дополнят мастер-классы и лекции от организаторов. Если вы хотите уединиться с природой, но на долгие пешие маршруты не готовы, идеально подойдут глэмпинги. Десяток баз предлагают как отдых в палатках, так и комфортабельные домики в лесном массиве. Некоторые для гостей организовывают рыбалку и прогулки на лошадях, живописным водопадам и горным озерам. Такой формат отдыха сочетает отельный сервис и экологический туризм. Один из таких кемпингов расположился всего в 30 километрах от Краснодара в станице Смоленской. Мы предусмотрели все необходимое для комфортного проживания наших гостей. Каждый домик укомплектован всем необходимым для уютного и незабываемого отдыха, а также пребывания с маленькими детьми и животными. Наша территория – это полторы тысячи яблоневых деревьев, что, собственно, и служит изюминкой этого места. Гость при аренде домика получает посещение большого СПА-комплекса в сердце яблоневого сада. Площадь его занимает 600 квадратных метров. Включает русскую баню, альпийскую соляную сауну, джакузи, фурака и зону отдыха у камина, где можно насладиться травяными чарями и водом с нашей собственной пасеки. Какой бы отдых вы не предпочли, будь то палатка или комфортабельный домик, в Краснодарском крае всегда найдется предложение по душе. И осень – самое подходящее время года для знакомства с новыми маршрутами. Аделина Сереновича, Алена Аберемко, телерадио «Краснодар». На этом наш выпуск подошел к концу. Хороших вам выходных. Меня зовут Екатерина Тарасова. Берегите себя и оставайтесь с нами на телеканале «Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин